Антивандальное стекло, вай-фай, кондиционер и зарядка для телефонов. Все условия для создания идеального продукта, а точнее умных остановок для общественного транспорта. Еще два смарт-павильона установили в Шимкенте возле ЮКУ и восьмой школы. Красиво и комфортно отмечают горожане. До нас тоже дошла такая остановка, чтобы в тепле будем стоять, под дождем, в холоде не будем стоять. Конечно, было приятно, когда увидели, спрашивали, каждый день саживаешься на остановку. Одно из преимуществ умные остановки – это прохладное помещение летом и теплой зимой. Стоимость одного такого павильона – 8 миллионов тенге. Деньги спонсорские. Инвестор берет на себя ответственность и за содержание умного павильона. Специалисты, изучающие город, говорят – думать надо прежде всего о людях, особенно если взглянуть на мировой опыт, в котором много места и для рекламы, и для пассажиров. «Мы разместили объявление, что такие остановки будут устанавливаться за счет инвесторов. Для него будет предусмотрена торговая точка по продаже напитков. Эта реклама простояла месяц. В итоге откликнулся предприниматель, который предложил сделать остановку там, где многолюдно. Как сказал инвестор, умный павильон он устанавливает не ради выгоды, а для людей. Он шемкенский предприниматель, меценат. Согласно договору, остановка и земля инвестору предоставляется на пять лет». Полгода назад аналогичную смарт-остановку установили в микрорайоне «Север». Летом она работала и спасала пассажиров общественного транспорта от палящего зноя. Сегодня двери остановочного павильона закрыты. «Вы знаете, летом, в июне месяце было открыто, там еще вот этот кондиционер. Я с работы выходила и сюда заходила в обед. Он работал. И было, знаете, как приятно. Жара такая. Мы заходили. Лично я сама заходила, я сидела и ждала автобус во время жары. Он работал. Сейчас почему не работает закрыт, я не знаю, но тогда он работал. И было очень хорошо. И чистенько было, и работал. Вот именно кондиционер работал. Всегда было прохладно». В цели безопасности умные остановки снабжены камерами. Сигнал поступает в Центр оперативного управления Департамента полиции. До конца года смарт-павильоны установят еще в 8 точках Шимкента.